Грушинские берега Телефон студии 302-6174 Мы приглашаем вас присоединиться к нашему разговору У нас с Борисом сегодня интересные гости Это Борис Есипов, лауреат фестиваля Еще один лауреат фестиваля Владимир Авраменко И еще у нас с вами необычный предмет Который редко бывает в нашем эфире Это ваша новая книга Мы вас поздравляем В первую очередь с выходом этого издания Но наверное это не первый раз Когда вы задумали что-то рассказать О Грушинском фестивале Вот чем она отличается от ваших предыдущих рассказов Ну вы знаете что На Грушинском фестивале происходит Невероятное количество Незабываемых событий Встреч, какая-то информация такая Что весь год ее потом перевариваешь Ну и Все это как-то находит отражение В книге Это третья моя книжка Чем она отличается от предыдущих двух? Вы знаете что Во-первых она отличается Совершенно прекрасной дизайнерской работой Вот Андрей Алексеев Есть такой в Самаре дизайнер Это конечно гений своего дела Мне так приятно Что все так Высоко оценивают Именно его вклад в эту книгу Ну а книга это отличается содержанием Потому что После второй книги Столько произошло интересного Столько Накопилось в памяти Что А с какой периодичностью Вот кстати они выходят Ой ну вы знаете Это очень трудно сказать Я же не писатель Чтобы так вот четко сказать Вот там выдаю Нет ну вы говорите Про работу дизайнера Я имела ввиду Что возможно первая книга Вышла еще когда Не было тех возможностей Как сейчас Да конечно Конечно Она гораздо скромнее внешне Вторая уже как-то получше А третья вот в смысле Дизайн конечно блестящий Ну а в смысле Содержание Отсудить читателя Вы имеете Наверное Много уникальных фотографий Я заглянула в ваш архив Совсем недавно Это на самом деле Очень интересно Да Здесь очень много фотографий Причем Очень интересных Таких что А кто-нибудь еще пишет О Грушинском кстати Ну пишут Мне приятно Что пишет Великий российский поэт Евгений Евтушенко Вот он Вот если у нас Сегодня будет время Я бы очень хотел Прочитать его стихи Посвященные Грушинскому Которые с его разрешения С разрешения Евгений Александрович Мы здесь Поместили Совершенно потрясающие стихи Давайте найдем Так что пишут А ваши воспоминания Где хранятся Только в вашей голове? Да у нас У них в песнях У Бориса Алексеевича Изумленные песни Воспоминания о фестивале? Да Мы очень Конечно В голове Конечно Ну вообще-то Вот у меня Например И конечно От длительного посещения Тоже накапливается Много эмоциональных Таких Воспоминаний Они наверное Как-то и ложатся В какие-то песенки Разного калибра Вот Ну и вообще-то Время премистрирования Интересное В дни вот эти Пойдем на фестивале Они много там Всяких смешных Историй Коллизий Замечательно Что Борис это все копит У него оказывается Есть Вообще говоря Дар писательский Многие отмечают Что Любопытно читать Он собирает Такие интересные Эссе Такие маленькие Замечания Я бы сказал Сборник новелл Да Борис Как это К какому жанру Относится Это новеллы? Ну это короткий рассказ Это же не роман Это связная история История интересная Подмечена Это короткие рассказы Ну а вообще Борис Алексеевич Интересен сам по себе Как человек Имеющий Ну непосредственнейшее Отношение К грушинскому стволу Он учился Валерой Грушиной В одной группе Тогда было время Когда не было Никакой технической Возможности Записать песню Которую у кого-то Услышал Валера писал это В коротенькой Своей туристской Записной книжке А потом приходил К Борису С текстом И тот писал музыку И получались чудесные песни Которые сейчас Все участники фестиваля Считают И много лет назад Не подвластны времени Они зовут людей Пристально вглядываться В своего современника Искать в нем Признаки чудесного Кончалось лето 67-го года Куйбышевские туристы Возвращались из походов Их ожидала Тяжелая весть В восточных Саянах Погиб Валерий Грушин Туристский заводила Гитарист и певец Верный друг Бросился в ледяную воду Таежной речки Спасать тонущих детей И погиб Друзья собрались Чтобы разделить память Товарища на всех Пели песни Которые он любил Так было и в следующем году И еще через год И с каждым годом Фестиваль туристской песни Памяти Валерия Грушина Собирал все больше людей У Валерки были Очень необыкновенные глаза Его глаза такие Яркие, глубокие Все искрящиеся Казалось, что они впитали Всю прелесть Тех озер Тех гор Долин, которые он видел Они искрились радостью Он скромный парень Но это Именно Исходило из его Качества От его характера От щедрости душевной Он был очень щедрым Человеком Поэтому это именно Притягивало к нему Ребят И это может быть И сейчас Притягивает сюда Такое огромное Количество людей Десятый Грушинский фестиваль И как всегда Его открывают Самые близкие Друзья Грушина Им уже за тридцать Инженеры И ученые А Валерий Навсегда останется Студентом И его походный флаг Будет трепетать Над песнями фестиваля У твоих гостров У твоих гостров Сколько пройдено дорог И весен без мостов И грустят дома Знакомые Друзья ушли Далеко от дома Рядом песня Только песня Я не знаю где веселье полюс Я не знаю полюс Сколько где Знаю только полюс мужества Ты открыл Валерка на реке Уде Знаю только полюс мужества Знаю только полюс мужества Ты открыл Валерка на реке Уде Мне кажется, что именно здесь лучше всего раскрывается человек Вот здесь вот особую силу нам имеют строчки те прекрасные экзупери И что самая большая роскошь Это роскошь человеческого общения Вот это, наверное, особенно человек ощущает, когда становится туристом У меня давно уже была такая встреча с Валерой Грушиной К Валерке очень тянуло Я понял, что человек необыкновенного обаяния Мы действительно Валерку любили все очень Человек очень щедрый Человек, который очень любил делать людям хорошее Это было его потребность Вот прекрасно помню Мы вечером пошли прогуляться вдоль Волги Только вышли из общежития Тут что-то такое Какая-то драка что ли рядом происходило Мы не успели даже глаза моргнуть, как Валерки нет Он там в центре Там было что-то страшное Он разнял всех, расшвырял мгновенно Навел порядок и подошел к нам Мы просто не успели среагировать Как все это произошло Настолько это был живой человек Что буквально в каждом проходящем В толпе все время казалось Что у меня какая-то его лицо Надежда, я вернусь тогда Когда трубач отбой сыграет Когда трубу к губам приблизит И острый локоть отведет Надежда, я останусь цел Не для меня земля сырая А для меня твои тревоги И добрый мир... Здесь почти сорок тысяч человек Из восьмидесяти четырех городов страны В каждом из них нашел свое продолжение Нравственный облик героя Каждый возит с собой Не только адреса новых друзей И полюбившиеся песни Но и частицу памяти О Валерии Грушине Она от этого не становится меньше Я попаду на той На той далекой Над гражданской И комиссары Пыльных шлемов Склонятся... Вы смотрите Грушинские берега Телефон студии 302-6174 Присоединяйтесь к нашей беседе Моя любимая фраза в этом сюжете Им уже за тридцать Это оказалось так далеко Вот вам сейчас чуть больше, чем за тридцать И скажите, вот именно, да А вот скажите, вот кто-нибудь мог себе представить, что будет цирковой фестиваль Что все это настолько вот войдет в нашу жизнь С ума сойти Вот сейчас, когда вам немножечко чуть больше, чем за тридцать Вот что изменилось в вашем отношении к фестивалю? Ничего Ничего? Вот все та же задорка Конечно В принципе, по вам это совершенно и видно Но как вы считаете, а люди меняются за это время? Ну, меняются, конечно, понимаете Вот фестиваль — это срез нашего времени, нашей жизни Все проблемы, которые ощущают жители нашей страны Они и здесь все, на лицо Все болезни, которым больно наше общество Как-то, ну, в значительно меньшей степени Проявляются на Грушинском фестивале Вы многих узнавали, когда мы смотрели сюжеты? Конечно Я вот знаете, о чем думал? Что сейчас вот многие ребята, школьники там, допустим, студенты Они увидят своих дедушек Или родителей вот здесь вот молодых Вы нашли, кстати, те самые стихи Да, я нашел Вот у меня спросили о том, а кто еще вообще пишет о Грушинском фестивале? Мне приятно, что человек, который я бесконечно уважаю, Евгения Александрович Евтушенко Тоже пишет о Грушинском Пишет прекрасные стихи, воспоминания какие-то Вот смотрите Стихотворение называется «Грушинство» Это он таким термином обозначил вообще все, что здесь происходит Поезд у нас Это стихотворение он написал в поезде В Тольятти, Москва, когда уезжал после Грушинского фестиваля Поезд у нас нефирменный Пахнет он, став старичком Больше паленкой кефирами, чем дорогим казничком Бегают дети по тамбурам, по коридорам визжат Жизнь продолжает быть табором Даже при чьих-то вожжах Все же к чему-то дотянется Вновь упований полна наша страна Чемоданница, сумчатая страна Что помогло нам сблизиться Сбиться по-братски в купе Людям не бизнеса Жизниса Нерастворимым В толпе Кто мы? Мы с празднества Грушинского Все налегке, как бомжи И голова наша кружится Но от свободы Не лжи Будто фонарики шалые Всем нам ожить помогли Песни Булата Шаловича Вставшие по струнке горы Мы, как в рисунке наскальные Верили столько лет В мифы о Ленине, Сталине Где же конечный ответ? Вера, верив плакаты и вырезки Высвободиться не смогли Остров свободы Выисков лишь от России вдали Грушинцы Вовсе не поздно нам Вера всегда не поздна Может стать этим островом Собственная страна И вновь на гитару Качающуюся Над разинской Буйной водой Взайду Никогда не отчаивающийся Погрушинский Молодой Евгений Евтушенко Пояс номер 45 Тольятти, Москва Красивые стихи Спасибо Мы, кстати, не дождались Еще одного гостя Вы говорили, что Это могла бы быть Если бы К нам признались Это была бы очень приятная встреча Это касается Рассказ об этом называется Из знаменитой песни «Атланты держат небо» Вот у нас Есть свои атланты Вот один из атлантов Руслан Ширяев Которому Вот посвятил Кстати Вот эти стихи Евгений Евтушенко Должен был бы сейчас быть Но там Работа ему не позволила И у вас есть рассказ Есть об этом рассказ у вас Да Есть об этом рассказ Который Освещает вот такую вот Необыкновенную историю Происшедшую на фестивале Фестиваль в том году проходил На Федоровских лугах Впервые И надо было построить мост Через протоку По которой весь народ Вся эта многотысячная толпа шла с поляны на гору На концерт На это И вот когда они возвращались назад Вдруг мост что-то затрещал Покосился И начал потихонечку сваливаться на бок А там шли десятки тысяч людей Ждали как переправиться по этому мосту Шла огромная толпа И тут же Не ожидая Никаких Указаний Просьб Команд и так далее Люди Которые увидели Что мост-то начинает падать Бросились к нему Взяли его в надежные руки Была холодная вода Была тина Которая засасывала их Они стояли там В этой ледяной воде И утопали в этой жиже Но они держали этот мост со всеми людьми До тех пор Пока последний человек Из этой многотысячной толпы Благополучно не миновал эту протоку И вот я считаю Что это вот эти люди Вот они и есть Атланты Грушинского фестиваля Вот в песне городницкого Атланта держит небо Они держат вот эту вот великую традицию Так нам и дорогую Но наверное сейчас мы могли бы спеть что-нибудь еще Но тоже о фестивале В сюжете звучала ваша песня, кстати, Борис, да? Конечно Ее же или другую какую-то? Для меня это неинтересно Это фильм, по-моему, нашей «Кинохроника» Да, да, больше так занялись Самарской студии «Кинохроника» Даже голос узнают По-моему, Свойский говорит Это Борис Свойский, да Борис Свойский, да А песня-то это необыкновенно Это же гимн фестиваля Вот все 40 лет он начинает с этой песни Ну я бы попросил Бориса Алексеевича спеть Знаете какую песню? На Грушинском фестивале Во-первых, это Собираются туристы Это понятно Страшно влюбленные В нашу Волгу В нашу природу Прекрасную Которую Бог подарил Жить среди них И Неизыклемая традиция Грушинского фестиваля После его окончания Уходить в поход По Волге В так называемую Жигулевскую кругосветку Какой-то известнейший Среди туристов маршрут И вот Об этом у Бори Есть замечательная песня Как там Фраза скажет По кольцу Песня называется Грушинское братство Да И кстати сказать После этой песни Ее всем сердцем Все восприняли После этой песни Все, кто приходят на фестиваль Стали называть друг друга Стали называть себя Грушинским братством Это ничего не придумано Это все правда Нам не представало Потихоньку тлеться Пусть волна бушует Верный выбран путь От тугого ветра Никуда не деться Лишь вперед из песни В этом наша суть Лишь вперед из песни В этом суть В жизни мы на друга Можем попереться Паруса натянем И плеснем веслом Нам от нашей Волги Никуда не деться По кольцу заветному Снова поплывем По кольцу заветному Поплывем В круг с друзьями сядем У костра погреться Эхом отзовутся Песни у горы Нам от этих песен Никуда не деться Сложены палатки Только до поры Сложены палатки До поры В памяти о прошлом Может все стереться Сколько лет минуло Поросло быльем Но от этой боли Никуда не деться Мы об этом пели Еще споем Мы об этом пели И споем И пока мы живы Песни будут петься С ними нам теплее В празднике В беде Нам ведь друг от друга Никуда не деться Начиналось братство Наше на Уде Нам ведь друг от друга Никуда не деться Начиналось братство На реке Уде Анастасия Спасибо вам большое Вот вы заговорили о том, что была песня «Атланта держит небо» И вдруг произошла подобная история Как вы считаете, часто подобное случается? Что что-то из песен вдруг происходит в вашей жизни? Но сначала давайте послушаем звонок У нас есть телезритель дозвонившийся Алло, здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Анастасия Здравствуйте, Анастасия Что вы хотели спросить? Дело в том, что каждый год Мои родители приезжают на Грушинский фестиваль Очень они его любят И, конечно, у них есть множество историй Связанных с фестивалем И хотелось бы узнать Интересна ли вам такая информация? Может быть, вы собираете такие истории? Как-то их компилируете? Конечно, собираю Спасибо, Анастасия Если вы нам позвоните и расскажете Или пришлете по электронной почте В интернете все очень легко нас найти Будем очень благодарны Больше того В следующую книжку Обязательно этот рассказ поместим Спасибо вам А я вас в свою очередь Хотела спросить о том, что Часто ли перекликаются истории жизни с песнями? Бывает ли, что Сюжет песни вдруг, как в случае с атлантами Воплощается в реальности? Или наоборот Какая-то история дает Тему для песни? Ну вот Только что прозвучавшая песня Она отвечает на этот вопрос Как там? По кольцу заветному Снова поплывем Вот я вспоминаю Об этом Вот у меня и в рассказе где-то написано Зимний Грушинский фестиваль Много лет назад Приехал Олег Митяев Я встречаю его на вокзале Ледяной ветер такой Холод Февраль Олег, привет, дорогой А он так руки раскинул Нам ведь друг от друга никуда не деться Вот я это запомнил очень Потому что эти песни Они действительно Ничего не придуманы Я когда была у вас в гостях Совсем недавно Вот раздобыла один сюжет Но на самом деле Я столкнулась, что в клубе В музее хранится такое Огромное количество материала И песенного И фотографий И видео И видео И этого можно чуть меньше Вы планируете как-то сделать это доступным? Понятно, что все в книгу не уместится Может быть, каким-то еще способом Позволить людям увидеть себя? Ведь, как вы правильно говорите Можно найти и себя, и родителей И дедушек с бабушкой, возможно, на этих фотографиях Ну, вообще-то есть книги у нас грушинские Они повторяются Да, не только Это книг много уже Это книга авторская, так сказать Его там сцены Они такие с художественной, кстати, изюминкой сделаны Вот он, Борис, сам про себя уж не говорит Ну и там, скорее всего, смешные Было бы интересно, конечно Но передача, наверное, не позволяет зачитывать какие-то кусочки Может, он все-таки что-то найдет такое А они очень любопытные, я бы сказал Смешные, остроумные Какие-то находки Такие интересные Повороты жизненной судьбы Какие-то слова Какие-то воспоминания А так вообще существует И кто интересуется Зрители вот нас смотрят Есть книга называется «Грушинский» Там вообще летопись всех фестивалей Да, там очень много Там можно найти все Буквально подробности Даже счет футбольного матча Который регулярно проходит там Чемпионы Футбол Сборная мира Сборная Самара Сборная бардов Там все буквально С какого подачи Кто забил И так далее Даже такие подробности И всякие интересные Тоже там Материалы И потом Для нас конечно Очень важно Что вот эта наша передача существует Ведь вот Скажите, вот много людей ее смотрят Как вы думаете? Мы надеемся А у вас нет таких данных Это невозможно подсчитать Пока нет Мы еще не с вами так недавно В эфире Что такой информации пока еще нет Но надеемся Что после нового года Мы уже будем понимать это Все равно Я вот Очень часто по улице Вот останавливают Незнакомые люди Говорят Какая хорошая передача Спасибо вам большое Может быть это я рекламу Может быть Бывает на Грушинском фестивале Уж точно смотрите передачи Да, конечно Для них это особо Аудитория достаточно большая Как узнавание чего-то того, что было Им даже все слова Может быть даже и банальные А им кажется Что это все согревает Потому что Главное воспоминание Особенно в такую погоду Вся жизнь воспоминания А еще очень греют ваши песни Давайте прежде Пока Борис ищет Какую-нибудь интересную историю Вы споете нам еще что-нибудь? Ну я не знаю Я могу Есть непосредственно Есть непосредственно Песня о фестивале Вот Пожалуй Если вы говорите Про наблюдение Пожалуй Она вот Из того, что Когда бываешь на фестивале Открытие для себя делаешь Что здесь люди меняются Ну Конечно В песне обычно Какие-то гротески Какие-то Преувеличения Может быть Ну вот послушайте Вы видите Какие там есть Фестивальные костры Называется А потом мы поговорим Что значит быть самим собой Так трудно разобраться И отыскать свою звезду Наверно Нелегко С благополучием городским Не так легко расстаться Но все ж непостижимый голос Назовет так далеко Зовет так далеко Ты приходи сюда на утренней заре Пусть ноша нелегка И пусть сюда далек Зато быть может В этом песенном костре И ты найдешь свой жаркий уголек Здесь перед музыкой Меркнет все И должность И звание Здесь даже не кривят Душой Отпетые лгуны Звучит здесь самый звонкий смех И песни без названия Необъяснимые Мерцания Самых дальних звезд видны Мерцания звезд видны Ты приходи сюда на утренней заре Пусть ноша нелегка И путь сюда далек Зато быть может В этом песенном костре И ты найдешь свой жаркий уголек И в суете сует земных Чтоб скука не закралась Заветной песни святость Друг ты сохрани Молю Ведь что-то дорогое нам Здесь навсегда осталось Пока не отмечталась та Которую еще Люблю Которую Люблю Ты приходи сюда На утренней заре Пусть ноша нелегка И путь сюда далек Зато Зато Быть может В этом песенном костре И ты найдешь свой жаркий уголек Так собирайся В путь быстрее Иди Без остановки Ведь за грядой еще в грядах а дальше перевал я так хочу чтобы у костра таежную ночевку огонь любимых фестивальных песен вас бы согревал огонь вас согревал ты приходи сюда на утренней заре пусть ноша нелегка и путь сюда далек зато быть может в этом пенсии нам костре и ты найдешь свой жаркий уголек Уже заря над Волгой ра, стилается, а наша песня так и не кончается. Вот такая песня. Спасибо. Спасибо. Телефон студия 302-6174, если вы захотите присоединиться к нашему разговору. А вы мне пока обещали историю, связанную с этой песней, да? Ну, не с песней, я думаю. Нет, ну с этой песней вообще все связано, можно сказать. Вот любой... Понимаете, здесь же, что здесь перед музой меркнет все, и должности, и звания. В наше время это вот дорогого стоит. Там все на равных. Школьники, министры. Вот я могу перечислить очень большой список людей, знаменитых, известных, облеченных там великими всякими полномочиями. Я помню презентации, хороший пример привел. И знаменитый альпинист, который мы сейчас только узнали, что он был, кажется, на фестивале. И он для себя поставил задачу, он на коляске, приехал из Москвы на фестиваль. Да, да, да. Он сколько, 40 дней помог, да? Чего? Сколько он добирался из Москвы на грузских фестиваль? Нет, нет, они ехали 10 дней, но это было что-то ужасное. Короче, это один из... Жена шла пешком, а он шел на коляске. Жена бежала за его коляску. И он никому об этом не сказал. Человек, который первый покорил его резко. Не только, я встретил его друзей, которые мне рассказали об этой истории, что приехал этот человек. В то время не было еще никаких газелей, где, может, был с этой коляской как сесть доехать, да? И он писал, что такой страшной боли в мышцах он еще никогда в жизни не испытывал. А жена бежала за ним. Он стал заболевать от того, что он альпинист, и потом, ну, получилась у него травма, и он перестал ходить. А жена за ним бежала. И за время этого пробега она восемь пар обуви сменила. Представляешь? Потрясающая история. И они на горе заснули. А на горе у них силы. Вы знаете, что, вот когда я вот услышал об этой истории, мне стало страшно. Знаете, что страшно? Что вот он скажет, вот они бежали, они такую цену за это заплатили. А вдруг он скажет, что и что, мы сюда приехали. Но он сказал, что он был счастлив. Давайте услышим еще один звонок, еще один телезритель позвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Пармасович. Что-то плохо слышно. Светлана, спрашивайте, о чем вы хотели узнать? Алло. Да, здравствуйте. Валерий Павлович. Да. Добрый вечер. Не, Светлана. Скажите, ваши планы на 2015 год. Будут ли новые путешествия, которые дадут почву для новых книг? Профессимально. Вы знаете, что, у нас вообще планы совершенно фантастические. Могу сказать. Ну, вот, конечно, главный план – это 42-й Грушинский фестиваль, для Бога, который нас всех соберет. Потом мы, конечно же, пойдем в кругосветку. Потом у нас есть такие планы – организовать поход на Уду в то место, где погиб Валера. Там есть мемориальная доска такая вот со строчкой изборенной песни. Вот мы бы хотели туда пойти. Потом мы собираемся на Эверест, но не в район Эверест, конечно, на Эверест собираются великие альпинисты, а в Гималайи пройтись по этим тропам. Кстати, вот там была очень интересная история. Мы шли в толпе, где было много людей из Англии. И они спрашивали, откуда вы? Мы говорим, из Самары. Не знаем. Как не знаете? И Волгу не знаете? Не знаем. А Грушинский фестиваль? Ой, это знаем. Нам так приятно было. Ну, а так же план это. А еще есть одни необыкновенные планы. У меня есть такая голубая, приголубая мечта. Поскольку Грушинский фестиваль становится международным. Люди приезжают буквально из всех стран и так далее, и так далее. У нас есть идея. Значит, на легендарном Крузенштерне, это самое большое в мире, красивое, прекрасное судно, парусное, отправиться в путешествие вместе с ними. И там петь нашим людям, которые... Ну, сейчас же русские люди разбросаны по всему миру. Они все с удовольствием будут собираться в этих культурных центрах русских по маршруту. Это замечательная тема для еще одной книги, или как минимум дневника путешественника. Я боюсь, что этой книги-то не хватит, потому что там столько интересного. Нам пришло время, к сожалению, прощаться. Мы совсем скоро должны будем оставить эфир для новостей. Но прежде чем мы попрощаемся с телезрителями, может быть, пару строчек еще из какой-нибудь песни? Да, есть такая песня, которая очень подходит к нашей сегодняшней теме. Песня о жизни, о книге. Мы редко видимся, мой друг, хочу заметить я. У нас уже иной досуг и новые друзья. Но почему-то жизнь и бег замедлить не хотим. И седины свой первый снег порой неразглядим. Наша жизнь словно книга, дни немало страниц. И от каждого мига далеко до границ. Но ее непременно через годы прочтут. Ведь ее продолжение наши дети начнут. Мой друг, пусть жизнь не бьет ключом, и пусть летят года. Надежное твое плечо я чувствую всегда. И если мы сойдемся вновь, поднимем паруса, То под гитару про любовь споем на голоса. Наша жизнь словно книга, дни немало страниц. И от каждого мига далеко до границ. Но ее непременно через годы прочтут. Ведь ее продолжение наши дети начнут. Ведь ее продолжение наши дети начнут. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы прощаемся с нашими зрителями до декабря. Но оставайтесь на телеканале «Губерния». А о повторе нашей программы вы сможете сами себе организовать любое доступное для вас время, посмотрев ее на сайте губерния.тв.ру. Оставайтесь на телеканале «Губерния». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»